Ежегодно Бал Хризантем в Никитском ботаническом саду посещают тысячи туристов. В этом году парад цветов проходит 67-й раз. В семье Инны Ворониной уже стало традицией посещать выставку цветов и голосовать за лучший экспонат. И мы каждый год бываем на Бале Хризантем с мужем. И каждый год видно, что новые-новые сорта улучшаются. И каждый раз с трепетом выбираем, какой же самый красивый. Это всегда такое внутреннее беспокойство. И вы знаете, в этом году я была просто очарована вот этим цветком. Веселая дама, именно так, да. Знаете, оно как-то внутренне вот со мной как бы ассоциируется. И невероятно красивый. Яркие, красочные цветы привлекают туристов со всех уголков страны. Марина Зайцева прилетела в Крым из Москвы. Буйство цветов и красок на Балу не оставило ее равнодушной. В восторге. Просто в восторге от того, что все это сохранили, все это развивают, сажают в такую красоту. Свой голос мы отдадим вот за эту желтую красавицу. 465 сортов хризантем – настоящая гордость Никитского ботанического сада. Ежегодно местные селекционеры выводят новые сорта. Возможность дать им название предоставили посетителям парка. Каждый посетитель парка может не только отдать свой голос за звание королевы Бала, но и предложить свое название новым гибридным формам. Наталья Смыкова занимается селекцией больше 20 лет. Хризантемы для нее – часть жизни. Бегущая по волнам – новинка этого сезона. Она лидирует в голосовании за звание королевы Бала. Это новинка селекции Никитского ботанического сада. Он выведен в 2018 году. Выведен из гибридных сеянцев материнского сорта китайской селекции «Весенний рассвет» на Дамбесути. Он, как селекционеров, привлек наше внимание необыкновенной формой и окраской соцветия. Состязание цветов за звание королева и принцессы Бала еще продолжается. Для тех, кто не имеет возможности посетить парк, открыто интернет-голосование. Итоги конкурса будут озвучены в начале декабря. Еще одна изюминка Никитского ботанического сада – это пальмарий. Он был открыт в 2017 году. Сотни экзотических растений радуют посетителей круглый год. Сегодня сотрудники парка готовят их к зимнему периоду. Для утепления пальмы используют специальное агроволокно. Затем вокруг ствола дерева устанавливают каркас, который обматывают теневой сеткой. Пустое пространство заполняют листвой. Так дерево будет чувствовать себя комфортно всю зиму. Даже самые капризные деревья в пальмариуме чувствуют себя комфортно. За этим ежедневно следят ответственные работники зеленого хозяйства. Даже на южном берегу Крыма иногда бывают морозы. Небольшие, но бывают. Мы их пальмы сохраняем. Все вот эти укрытия позволяют сохранить для следующего года. Работа несложная, но кропотливая. На радость людям. В пальмариуме насчитывается более 700 экзотических деревьев. Самой важной задачей парка является сохранить и приумножить их популяцию. Это говорит о том, что Никитский ботанический сад не только эстетическая, но и научная жемчужина Крымского полуострова. Лиля Кашка, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.